Именно в Ватикане Папа Римский, в данном конкретном случае Лев XIII, статс-секретарь Ватикана, это Людовико Якобини до его смерти в 1887 году, а после его смерти Марьяна Ромфобла, а также приближенные к Святому Престолу и к статс-секретарю и Папе Римскому некоторые кардиналы, действительно имели представление, кто такой Владимир Соловьев, каковы его основные работы и идеи. Еще раз подчеркну, что хронологический период – это только непосредственно понтификат 2.13, и я даже его сузила, начиная с 1883 года по 1890 год. Я не буду затрагивать пересечения и взаимосвязи в моем докладе Владимира Соловьева с представителями католицизма, будь то епископ Штроссвайер, хотя без него, конечно, мы не сможем обойтись, безусловно, но подробно на их диалоге я останавливаться не буду, будь то Чезаре Танзини, или же русский иезуит, или даже княгиня Волконская. Мне было важно именно на фактических документах подтвердить те факты с диаграфией Соловьева, которые вы все прекрасно знаете, о пересечениях со Святым Престолом. Делаю еще одну небольшую ремарку. Начиная разговор о архивных материалах о Соловьеве в Ватикане, нельзя не упомянуть тот факт, что в Ватиканской Апостольской библиотеке хранится рукопись Владимира Соловьева «История будущего сетиократии», которую подарил Ватиканской библиотеке через миссию католической помощи России Сергей Михайлович Соловьев в 1924 году. Насколько я знаю, коллеги из Института философии сейчас должны активно работать с этой рукописью в рамках подготовки полного собрания сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Поэтому я подробно на этом не буду останавливаться. Но вот что касается Апостольской библиотеки, если в поисковике на сайте забить в качестве автора Соловьев, то есть через А и Е, то мы получим 18 наименований. Часть из них я на слайде представила. А вот если мы забьем Соловьев через апостров и Е, то уже результат будет гораздо интереснее. Выходит 23 наименования, и я всего три представила и выделила жир на самый главный момент. Это издание России Вселенской Церкви 1889 года. И становится понятно, что в апостольской библиотеке под двумя схемами классификации хранится первое издание России Вселенской Церкви в двух экземплярах. Когда я начинала свои поиски, то в качестве ориентира я, наверное, выбрала самый простой, но не самый достоверный вариант. Это работу Константина Мачурского. И Мачурский начинает свой рассказ о теократическом периоде Соловьева в 1884 году и упускает один важный момент, а именно встречу Соловьева в 1883 году с кардиналом Винченцио-Нутелли. Винченцио-Нутелли приехал в Россию со специальной миссией на инаугурацию императора Александра III. Я сделала тоже небольшую ремарку. Вы, наверное, все знаете, что за период своего понтификата Лев XIII активно пытался установить дружеские отношения с русским императором. Сначала это был Александр II, после его смерти Александр III. И я посчитала около десяти писем, которые Лев XIII отправил в адрес Александра III и получил соответствующий ответ. Ну, собственно, в период понтификата Льва XIII, царства Льва и Александра III, нельзя говорить, что это был золотой век российско-ватиканских отношений, но произошло некое потепление, и даже было открыто официальное представительство Российской империи при Святом Престоне. Ну, а главной целью Льва XIII, соответственно, было открытие нутсиатуры в Анкт-Петербурге, которая так и не состоялась. Так вот, Винчансо Монотелли отправился в Россию со специальной миссией от Папы и должен был собрать сведения о положении Римско-католической церкви в России, а также сведения о симпатиях в русском обществе к Римской церкви. И поэтому он встречался с представителями русской элиты, русской интеллектуальной элиты, и многие биографы отмечают, Соловьев отмечает, что Винчансо Монотелли встречался с Соловьевым, и Соловьев получил благословение со стороны кардинала на свои исследования. Это действительно так, потому что в отчете от 21 июля 1883 года, это текст на итальянском, но я основное содержание перескажу, это как раз-таки отрывок из этого отчета, который подтверждает, что Винчансо Монотелли действительно встречался с Соловьевым в Москве. Еще одну ремарочку сделаю. У меня, к сожалению, не все документы представлены, у меня есть копии не всех документов, потому что, если, например, в секретном архиве Ватикана можно заказать фотокопии, они приходят в течение 10 дней на почту, то в других фондах, в других архивах там система гораздо сложная, сложнее, можно заказать только ксерокопии, они их отправляют по почте, и где-то через месяц только подготавливают, но вот какие-то документы я ждала 6 месяцев, и то я их получила только когда опять поехала в Рим. Они до меня по почте так не дошли, а вот поэтому каких-то копий документов у меня нет, и я могу только вот то, что я переписала, вам показать. Вот, и это отчет Винченцо Ванутелли, который он отправил Людовико Якобини. Он в нем пишет, что я встречался в Москве с молодым человеком целомудренной жизни и превосходного образования, и вот он планировался излучать вопрос о приматии Папы Римского, написал несколько статей, которые были встречены с симпатией в обществе, и я надеюсь, что он продолжит свою святую работу, и она будет встречена с энтузиазмом, и что вот он будет свидетельствовать, призывать своих соотечественных к возвращению к пауспе преемника апостола Петра. Следующий контакт Соловьева и Ватикана состоялся в 1886 году уже по инициативе епископа Штросмайера, когда Соловьев находился в Хорватии и писал истории будущего стеократия. Кстати говоря, в этот же период Соловьев знакомился с Шезарой Танидини, который точно так же находился на Балканах с апостольской миссией и занимался подготовкой конкордата Ватикана и Черногории. И по данным, на которые ссылаются многие биографы, и все мы прекрасно знаем, Соловьев подготовил так называемую промеморию для Папы Римского. Он даже сам писал с моим братом Михаилом, что я был в Загребе и готовил для Льва XIII записку о соединении церквей, промеморию. Но на самом деле эта записка была адресована не Льву XIII, а непосредственно к епископу Штросмайеру. И вот титульный лист я, как могла, более подробно переписала. И сейчас я попробую отыскать дату, если не ошибаюсь, это 29 сентября 1886 года, эта брошюра датирована. Ну и по легенде дальше, далее мы все знаем, что Штросмайер направил один экземпляр этой брошюры Льву XIII, один экземпляр кардиналу Рамполи в Рим. Но тут есть небольшая состыковка, потому что кардинал Рамполи в этот период не был статс-секретарем Ватикана, в принципе, он был испанским нунцем. Но даже у Евгения Трубецкова в письмах есть свидетельства и подтверждения того, что именно через Рамполу промемория, в том числе через Рамполу, промемория попала в Ватикан. И так как в письме Трубецкой пишет, что он встречался и познакомился с Рамполой, и Рампола ему этот факт подтвердил. Ну вот, пока что мне удалось узнать, так это то, что действительно Ватикан-брошюра попала через австрийского нунца, которому Штросмайер точно так же отправил три экземпляра промеморий. Она попала в Ватикан через Серафимова нутели, и Серафимова нутели – это родной брат Виченси вонутели, с которым Соловьев встречался в 1883 году. Соответственно, в письме от 16 октября 1886 года вонутели пишет к статс-секретарю Ватикана Людовика Якобини о том, что он посылает ему копию письма епископа Штросмайера с приложением двух документов. И вот это то самое знаменитое письмо, которое очень часто цитируется от 12 октября 1886 года, которое Штросмайер написал австрийскому нутцу Серафимову нутели, и в которой он называется Лавьева Анимаками. Все эти документы, они хранятся в историческом архиве отдела по взаимодействию со странами госсекретариата Ватикана. Дальше история продолжается, и в 1888 году по опубликованным данным Штросмайер был в апреле в Риме по случаю юбилея Льва 13-го совместно с хорватской делегацией. Якобы он передал записку кардиналу Рамполе с просьбой организовать юбилеенцию в Севом 13-м. Об этом есть свидетельство и в первом томе писем Соловьева, опубликованном в 1908 году. Но вот, к сожалению, этот документ мне не удалось найти. Хотя бы даже копию этого документа не удалось найти, но в каталоге канцелярии с госсекретариата Ватикана, который хранится в секретном архиве Ватикана, за 1888 год есть три записи о документах со ссылкой на Владимира Соловьева. Вот они все три на слайде. Первый документ это документ, он не зарегистрирован. Он есть в каталоге, но он никаким образом не зарегистрирован в системе. То есть его нет ни в одной схеме классификации. Более того, документы, которые теоретически могли находиться с этим документом в одной папке, точно так же не зарегистрированы. Но поскольку понятно, что речь идет о рекомендации Соловьева с Просмайером, то есть боснийским епископом, понятно, что нужно было смотреть рубрику, посвященную Боснии. Соответственно, я решила посмотреть технически все папки, которые относятся к этой рубрике за 1883 год по 1897 год я смотрела и в какой-то момент на 1889 году, когда уже в принципе было понятно, что вот этот протокол должен, этот документ должен появиться по индикации его, я открываю папку, в которой должно было лежать два тома и вместо одного тома лежит маленькая записка, что документ пропал в мае 1996 года. Ну, собственно, эту историю я слышала и от Николая Сергеевича Катаринова, он тоже мне это рассказал, и от Владимира Исидовича Кейдана. То есть я задачила коллег из архива, они мне сказали, что, скорее всего, этот документ перенесли куда-то в другой архив, и, скорее всего, он находится в том же самом историческом архиве отдела по взаимодействию со странами госсекретариата Ватикана, но там я еще пока его не нашла, пока я в процессе. И следующий документ из каталога канцелярии, это документ, который говорит о том, под названием работы Владимира Соловьева, отправленные нунцием в Париже. Собственно, вот это титульный лист прошивки документов, и он свидетельствует о том, что работа Владимира Соловьева о возвращении России в католическую церковь. И, собственно, этот документ представляет собой письмо кардинала Рампола французскому нунцию с просьбой прислать работы Владимира Соловьева о возвращении России в монокатолической церкви, о которых пишет пресса. И ответ нунцием нунцием в Париже, посылаю вам соответствующие статьи. Не написал раньше, потому что им не придается значение, они имеют чистый академический характер. эти два оговора. Сделаю уточнение небольшое. На самом деле то, что я нашла, это не сами письма, это проекты писем, которые подготовлены секретарем Рампола. Просто это становится понятно, это не порчика Рампола, кардинала Рампола. И, соответственно, ответ нунцием это тоже копия этого письма. Сами статьи, они не приложены к документам, но письма датированы августом 1888 года. И, скорее всего, это даже не русская идея, а Владимир Святой Крестянской Государствы, которые были опубликованы в августе во Франции в католическом издании Универска. И, скорее всего, они. Но вот русская идея в каталоге библиотеки, если забивать первое издание французского русской идеи в каталоге в Ватиканской библиотеки, его тоже нет. И это очень странно, потому что если все-таки Рампола получил эти материалы, они должны были автоматически перейти в августе библиотеку. Но вот пока их тоже я не нашла, тоже в процессе пока поиска. И вот последние документы, которые сейчас готовят в публикации Николай Севолодович Катрилев, это одно письмо, это письмо епископа Штроссмайера о русской идее, и вот о том, что Владимир Соловьев это главный агент по вопросу, агент Рима по вопросу соединения церквей. это собственно почерк Штроссмайера, это его письмо Рамполе. А это так называемая минута, минута это проект письма, которую подготовили специально для ответа кардинала Рампола. Тоже по поводу работы русской идеи. А это письмо датировано декабрем 89-го года, это письмо опять же Штроссмайера Рамполе о основном содержании России и Вселенской Церкви. Говоря о России и Вселенской Церкви, я еще в начале доклада упомянула, что в библиотеке Ватикана хранятся два экземпляра этой работы. Вот это первый экземпляр, он очень хорошо сохранился, на нем нет ни одной пометки, нет ни одного подтверждения, что его кто-то читал, но зато он интересен тем, что это тот же самый экземпляр, который Штроссмайер отправил ему 13-й с соответствующей надписью. Есть второй экземпляр, его хорошо почитали, он немного потрепленный, то есть он даже в какой-то специальном картонном переплете, в нем есть пометки и подчеркивание, и карандашом, и ручкой разных периодов, но вот пока не удалось определить, как он попал в Акосовскую библиотеку, кому он принадлежал. Кстати говоря, первый вариант это первое издание, это второе издание. Извините, перелегла, а как обратно? Ладно, неважно. И собственно мне за красивые глаза обещали узнать, как это все в Акосовскую библиотеку поступило, я сделала соответствующий запрос, но в Ватикане время идет по-другому, вот я пока жду, когда мне сообщат. Ну в общем вот это был основной корпус документов, который мне удалось за такой короткий период, несколько месяцев найти в Ватикане. И понятно, что есть еще другие документы, которые косвенно свидетельствуют о том, что в Ватикане хорошо знали, кто такой Соловьев. Например, есть документ 1896 года, это реферат полемики Соловьева и Киреева по вопросу соединения церквей на французском языке. Также есть материалы о Соловьеве в фонде Льва XIII и в большей степени в папках, которые содержат информацию о подготовке его энциклики об объединении церквей 1894 года. Есть упоминания безусловно о Соловьеве, связанной с деятельностью Чезаро Тандини на Балканах и его позднего проекта о подготовке единого календаря и визитах в Россию. Есть, безусловно, упоминания о Соловьеве, связанные с деятельностью и проектами Мишеля Дербини. Можно еще смотреть и развивать тему про Сергея Михайловича Соловьева и, естественно, развивать тему о поисках Евгения Трубецкого документов о Соловьеве в Ватикане, который он производил в димой 1911 года. Есть, конечно, еще такие очень много документов, особенно в околокатолической прессе, смешных на самом деле, которые свидетельствуют о разнообразных легендах о Соловьеве. Вот мне сегодня коллеги из Ватикана буквально с утра прислали такой пример. Это статья в ассерватории романа 1962 года «Лев XIII» две огромные души объединения «Лев XIII» и «Владимир Соловьев». И вот именно в этой статье указано, что, я даже покрупнее выделила, со ссылкой на Краховскую газету 1909 года указывается, что «Лев XIII» тайно, секретно рукоположил Соловьева сан-эпископом». Да, ну это, безусловно, какая-то фейковая новость и что-то прематиканская легенда. На этом я хотела бы завершить свой рассказ. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!